Кто нас гарантирует от того, что вот эти как бы структуры, которые сегодня контролируют сети, не ведут слежку, не ведут контроль за нашими мозгами, за нашими разговорами, за нашими контактами, за нашей деятельностью? Никто, аналитический отдел у них у всех есть. Да, это значит, как я уже говорил, это значит просто корову на лук отпустили, но отпустили с чипом, с ошейником. И показали, где слаще. А там у него есть GPS приемник, или передатчик, который сообщает о ее местенахождении, а в желудке есть чип, который показывает, что ест. А в мозгу, понимаете, есть чип, который говорит, вот это кушай, а вот это не кушай. Потому что если сегодня смотреть гамбургеры, чизбургеры, всякие разные, макдональдсы и прочее, ведь на самом деле их есть нельзя. То есть нормальный человек их есть не будет, потому что они просто невкусны. Значит, ну для того, чтобы их кушать, туда добавляют соответствующие усилители вкуса. То есть и человек начинает интенсивно кушать после того, как он, ну так же, как, например, если, все знают, что если там кошек покормить вискосом, да, то они больше ничего есть. Они больше ничего кушать не будут. Так же и абсолютно ничем это не отличается. И в результате получается, что вроде на нас скандалов нет, да, но мы идем в фастфуд вместо нормального ресторана, мы идем в магазин быстрого питания, вместо того, чтобы на собственном огороде вырастить картошку, да, или купить ее у соседа и приготовить себе обед. Мы идем куда-то, в какой-то ночной клуб или в какую-то вечеринку, чтобы нас развлекали, вместо того, чтобы организовать праздник самим. И мы, собственно говоря, живем по рекомендациям каким-то, да, иностранным или, как бы, наших недоброжелателей. Кушаем, покупаем продукты в соответствующих магазинах, которые не соответствуют ни ГОСТам, ни нашим требованиям, да, санитарно-эпидемическим, да. Потом удивляемся, что так быстро народ мрет, что, в общем-то, у него здоровья нет, что он, как бы, не работоспособен, у него нет энергетики, он не способен сам себя защитить. То есть, фактически-то это так. Значит, ну, каждый член НОД, хотя бы, как минимум, должен это осознать, да, и вести пропаганду и агитацию в сетях. То есть, фактически, начинать надо с завоевания четвертой власти, прессы. Информации. Да, владение информацией. То есть, каждый член НОДа должен четко, совершенно ясно ориентироваться на то, что полезно и что вредно для России.